Этим утром президент UFC Дана Уайт подтвердил, что реванш Махачевой и Оливейры все-таки состоится на турнире UFC 294. В этом ролике мы обсудим реванш, вспомним их предыдущий бой и подумаем, есть ли у Оливейры шанс вернуть себе пояс. Не забывайте поставить лайк и подписаться, а мы начинаем. Вы в клетке и приятного просмотра. А перед началом ролика хотим обратиться к рекламодателям. На нашем канале мы выкладываем информативные видео про ММА и в данный момент ищем спонсоров. Наши видео собирают по 300 тысяч просмотров. Рассмотрим любые ваши коммерческие предложения. Ссылочку на почту вы видите на экране и можете найти в описании. Еще совсем недавно появлялась информация, что Оливейра не будет готов к бою с Махачевым в декабре и надеялся на перенос на конец года. Однако сегодня утром Дана Уайт заявил, что Оливейра все же попытается отобрать пояс у Махачева в Абу-Даби в октябре. Ислам Махачев будет защищать свой титул в легком весе в реванше с Чарльзом Оливейрой. Пока Оливейру не убедили вернуться в карты, Ислам и сам не знал, с кем ему драться. Он даже успел предложить бой Леону Эдвардсу и Алексу Волкановске. Но все-таки сначала мы посмотрим на реванш с Дю Бронксом. Как мы все помним, их первый бой закончился для Оливейры не очень приятно. Махачев сорвал череду из 11 побед бразильца и отобрал пояс, когда задушил его во втором раунде. Но Чарльз быстро вернулся в строй и победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде. Но как Оливейра справится с Махачевым? Однозначно сказать, как всегда сложно, но пока что все карты находятся на руках у Махачева. Бессмысленно вообще что-то говорить про навыки Ислама, ведь все видно по его боям и рекорду. Махачев бесспорно единственная фигура в UFC, которую можно назвать новым Хабибом. Это доказывает и его последняя схватка с Волкановски, который делит с Исламом первое место паунд-фо-паунд. Ну а какие преимущества у Оливейры? Чарльз Дю Бронкс славится своей напористостью и тем, что не дает противнику расслабиться. Как раз этого мы не увидели в первом поединке с Махачевым, когда Оливейра осторожничал и пытался лишний раз не рисковать. Особенно после того, как большая часть первой пятиминутки прошла на канвасе под контролем Ислама. Просто сравните это с тем, как Оливейра ввел защиту титула против Дастина Парье. В бою с Махачевым мы явно видели другого Оливейру. Остается вопрос, сможет ли Дю Бронкс показать в реванше свой максимальный уровень. И даже если сможет, будет ли этого достаточно, чтобы справиться с Исламом? Покажет лишь время. Вы можете написать свое мнение на этот счет в комментариях. А мы с вами прощаемся. Не забывайте поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, если вам понравился ролик. Спасибо за просмотр и до новых встреч в клетке! Субтитры сделал DimaTorzok